Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова давайте вернемся на финансовые площадки и посмотрим, как мы закрыли вчерашнюю торговую сессию по новостному фону, какие отчеты у нас впереди и как они могут повлиять на то, что на рынках творится. В целом, сравнивая и анализируя ситуацию по сравнению с той, которая сложилась в нем ранее, мы можем сразу разобрать конкретно по котировкам и прийти к выводу о том, что наши с вами расчеты, связанные с ожиданиями оправданного фундаментального снижения курса европейского валюта, это был абсолютно правильный. Евро снизилось с отметки 1,2264, это уровень, который мы видели с вами в наших терминалах вчера, текущих от котировок 1,2186. При этом, если мы будем говорить о локальных экстремах, дневных максимумах, на которых котировалась главная европейская валюта, то спад был еще более существенный. Фунт держится по-прежнему выше отметки 1,38 и сохраняет шансы добраться до очень мощного сопротивления 1,40. Соответственно, доллар, иена восстанавливается, рост у американцев способствует рост доходности американских казначейских облигаций, это традиционный мощный катализатор поддержки, игнорировать его не стоит. Доллар канадец котируется на отметке 1,2452, несмотря на то, что вчера по канадскому доллару у нас, пожалуй, было самое крутое дневное фундаментальное событие, это решение Банка Канады по процентной ставке. Волатильность действительно была очень серьезной. Мы видели и обвал сначала там на 50 пунктов, потом выкуп пары больше, чем на 120-130 пунктов, потом такие же потери. Вот сейчас доллар канадец продолжает восстанавливаться, но не очень-то далеко ушел, с учетом тех котировок, которые мы с вами разбирали в рамках вчерашней торговой сессии. Австралиец немного снизился, 0,7959, новозеландский доллар идет следом, а американская фондовая секция в целом до NASDAQ и S&P, уж не знаю откуда столько уверенности и бодрости, но снова продолжает расти, видимо претендуя на более высокие ценовые значения, невзирая даже на все те риски, которые были обозначены с учетом оценки настроений, перекупленности этого сектора, крайнего заблуждения, да и наличие нескольких все-таки причин, по которым также можно было фундаментально сделать ставку на коррекцию. Хотя бы в преддверии сезона квартальных отчетов он, собственно, уже у нас стартовал, поэтому мы ждем какую-нибудь крупную компанию, которая должна повлиять на настроение. Но, друзья, конечно же, кроме как самый настоящий, такой классический полноценный пузырь в рамках американского фондового рынка, эту ситуацию, которую мы сейчас видим по S&P и по прочим бенчмаркам этого рынка, назвать нельзя. И рынок криптоинструментов, о нем я сегодня поговорю чуть-чуть больше, нежели чем всегда, поскольку мы правили уже подводить итоги последнего серьезного медвежьего ралли, которое сейчас для кого-то может казаться уже завершенным, потому что крипторынок постепенно восстанавливается, снова набирает веси капитализации, но, учитывая потери, друзья, учитывая тот фундамент, который стал причиной этого обвала, я думаю, что очень много воды еще утекет, и нам точно не стоит пока суваться в эту секцию, ну, по крайней мере, до конца хотя бы этой недели. Рынку нужно отойти, и, безусловно, для того, чтобы оправиться от таких серьезных потрясений, требуется больше, чем одна или несколько торговых сессий. Ну, а теперь давайте подробнее разберем отдельные инструменты, на которые стоит обратить внимание, которые показали интересные движения в рамках вчерашних торгов, ну, и не только. Собственно, давайте начнем с нефтянки. Low вчерашнего дня 68.55, сейчас инструмент снова торгуется выше 69.69, 69.60, и, судя по всему, как магнитом, вот эта планка 70 долларов за баррель для Brent, а сейчас же это мощное психологическое сопротивление, притягивает снова котировки цену, ну, и никак не позволяет медведям перехватить инициативу, собственно, у покупателей. Безусловно, друзья, мы пристально следим за тем, что на рынке сейчас происходит. Мне меньше всего хочется констатировать, что эта неделя будет пятой по счету, когда котировки растут. Мне не хочется сейчас говорить о том, что цены заберутся выше 70 долларов за баррель и продолжат восстановление, потому что, мне кажется, это слишком уж крутоватый уровень. При этом, что является причиной роста цен на нефть и что сейчас по-прежнему трейдеры обсуждают, да и инвесторы тоже, все, кто интересуется энергетическим рынком. Это определенный политический кризис, ну, по крайней мере, в Иране он по-прежнему актуален. Называется еще несколько регионов, хотя я даже не буду сейчас ссылаться на них, поскольку считаю, что при всем уважении к ним, по объему добычи, они не тянут на какой-то интересный фундамент и триггер для роста котировок нефти. Вторая причина, это, конечно же, статистика по запасам нефти и слабый доллар, но мы видим то, что американец, хотя бы с учетом той динамики, которую мы наблюдаем в последние дни, показывает сигналы, признаки назревающего разворота. Самое главное сейчас не спугнуть покупателей и помочь, может быть, и нашей несколько пристрастной верой в то, что у доллара есть шансы вырасти. Безусловно, очень многое сейчас для трейдеров в плане их решений будет значить та статистика, которая будет публиковаться далее. Те отчеты, доклады, которые позволят оценить состояние текущей конвентуры и оценить будущее состояние всего рынка углеводородов. У нас есть такие отчеты. После Американского института нефти сегодня мы с вами ждем докладов администрации аналитической информации. Собственно, обычно у нас в среду этот релиз выходит, но из-за праздного дня рождения Мартина Людера Кинга этот отчет смещен на сутки. В данном случае мы будем отыгрывать его сегодня. В 19.00, друзья, этот релиз будет опубликован. Помимо этого, внутри дня, я думаю, что уже с час на час, в самое ближайшее время, ОПЕК представит свой доклад по объему добычи, а также по степени соответствия отдельными регионами, участниками энергетического факта, обязательств по снижению объема добычи. Посмотрим, помониторим, что у них сейчас по цифрам получилось. Завтра у нас доклад от Бейкер-Хьюз по количеству нефтяных терминалов. Это важный момент номер один. И второй важный момент, на который нужно будет обратить внимание, это доклад Международного энергетического агентства тоже по текущей ситуации на рынке черного золота. Те, кто, может быть, забыл, я напоминаю, что это ведомство оказывает очень серьезное влияние на ценовую конъюнтуру, может быть, даже больше, чем та же самая администрация энергетической информации США. Потому что, с одной стороны, статистики, собственно, из Штатов, возможно, несколько предвзяты к тем данным, которые публикуются по их региону. А вот что касается Международного энергетического агентства, это уже более объективные цифры. Поэтому я всегда с особым вниманием слежу за этими цифрами и стараюсь для вас сделать определенные выводы, которых вы, конечно же, можете прислушиваться или иметь свою точку зрения на то, что происходит. В общем, друзья, мы сейчас можем обозначить наличие, мягко говоря, вот этого новостного риска, с учетом ожидаемых важных событий, которые могут быть серьезным таким сдерживающим фактором для того, чтобы трейдеры-покупатели не особенно торопились с тестированием сопротивления 70 долларов за баррель. Плюс ко всему, если данные будут благоволить, опять же, укушению настроений, например, основа, признаки перепроизводства, перенасыщения, либо намеки, либо прогнозы более слабого спроса на нефтянку в предстоящий период, это все должно спровоцироваться на распродаже. На эти отчеты мы с вами и ориентируемся. Также еще хочется отметить, друзья, то, что сейчас довольно интересная ситуация по тем действиям, которые могут быть предприняты странами ОПЕК, то есть участниками инотического факта, по либо продолжению соответствия обязательствам по снижению добычи, либо действия, которые могут быть уже направлены на увеличение нефтедобычи, поскольку якобы миссия ОПЕК уже выполнена, они действительно простимулируют высокие показатели нефтедобычи, и, точнее, высокие показатели роста котировок нефти. При этом дилемма заключается в том, что ОПЕК, в принципе, сейчас, ну, на самом деле, ничего и не может сделать, поскольку если они будут еще сильнее соответствовать обязательствам, то это приведет к еще большему росту котировок нефти, соответственно, к еще большей активности американских сланцевых производителей, которые продолжат, собственно, поглощать доли рынка, которые ранее принадлежали странам ближневосточного картеля. Но и, с другой стороны, если страны ОПЕК будут сейчас снижать объем добычи, это может привести к другой динамике, к примеру, резкому снижению котировок нефти, что также не нужно ближнему, ближневосточному картелю, поскольку мы понимаем вообще, с какой целью затевались все вот эти инициативы, касающиеся снижения добычи. Непонятно, как будут обстоять дела дальше, но я думаю, что, конечно же, сейчас ОПЕК заинтересован в том, чтобы немного сбить цены, потому что спред между WTI и Brent оказался на еще более высоких значениях, и американские производители, судя по всему, даже не планируют сейчас прекращать наращивать объемы добычи. Возможно, это случится только в том случае, если котировки просядут, ну, как минимум, процентов на 10, и как раз на такую коррекцию я, друзья, и рассчитываю. Доллар японская иена. Восстановление связано с ростом доходности трежериса. Тут причин для позитивных настроений несколько, ну, во-первых, это статистика по промышленному производству, у нас рост на 0,9%, с прошлого спада на 0,1%. Мы можем подводить итоги уже года, анализируя, как этот сектор показал себя в 2017-м, хочу сказать, что это лучший год за последние 5-6 лет. Плюс еще одним стимулом для укрепления позиций американской валюты выступили довольно жесткие комментарии сразу ряда чиновников РС, Каплан, Эванс и Лоретта Мейстер, которые с особым позитивом сейчас смотрят в перспективу улучшения ситуации на рынке труда и видят возможности даже снижения безработицы ниже 4%, и все как один считают, что шансы, вероятность трех улучшения процентной ставки по-прежнему высока. И еще одна идея, которая, может быть, стала не менее значимой для локальной поддержки доллара, это первый, скажем, прецедент серьезной репатриации доходов, скажем, полученных за рубежом, как следствие тех изменений, которые произошли в законодательстве Соединенных Штатов Америки. Компания Apple сообщила о том, что она вернет на родину, скажем, существенные объемы капитала зарубежного, ну и, разумеется, до этого, чтобы не было проблем с государством и с соответствующими органами, им необходимо будет погасить, произвести, скажем, единоразовую выплату. С учетом тех сумм, о репатриации которых может идти речь в рамках компании Apple, я думаю, то, что обязательства могут составить около 38, может быть, даже чуть больше, миллиардов долларов, друзья. То есть, прецедент того, чего хотели добиться налоговые законодатели, чего планировал добиться Трамп и, в принципе, его администрация, судя по всему, действительно, есть уже позитивные сигналы того, что их расчет был уверен. Но самое главное теперь, чтобы вслед за Apple такую же инициативу поддержали и прочие, собственно, крупные компании. Евро снижается. Мы ориентировались с вами на показатели инфляции и говорили о том, что если у нас в прошлый месяц уже по факту цифр укажет на то, что инфляция не увеличивается, то это будет сигнал целесообразности сохранения мягкой экономической политики. В данном случае по цифрам те же самые, что в месяц назад. 1,4% в годовом выражении это основной индекс потребительских цен и базовая инфляция, конечно же, еще чуть ли не ниже. 1,1%. В этой связи, друзья, я думаю, что нужно еще раз напомнить, насколько сейчас очревата торговля в лонгче европейской валюты в расчете на то, что Европейский центральный банк свернет программу количественного смещения и анонсирует повышение процентных ставок. Произойдет это еще очень-очень нескоро. Я думаю, что в 2018 году точно ничего не случится. Даже программа количественного смещения более не скорректирует. Она так и остается на уровне 30 миллиардов евро. Поэтому мягкость экономической политики на фоне жесткого подхода к монетарному режиму ФРС это причина, которая сохраняет свою актуальность, из-за которой долгосрочная евро должна оставаться все-таки под давлением. Ну и мы с вами уже сцепились за уровень 1,20 как ту самую планку, которая очень важна для в том числе и Европейского центрального банка, потому что в случае, если европейская валюта дольше и долго будет держаться выше этого уровня, это риск для еще большего снижения инфляции и риск для показателей торгового баланса, потому что через упрекление курса национальной валюты снижается конкурентоспособность производителей, в данном случае Европейского союза. И своего рода сейчас такие точные сигналы, не буду опять же ссылаться непосредственно на фамилии представителей Европейского центрального банка, но судя по всему какую-то порцию подобных комментариев мы еще в ближайшее время услышим от Европейского центрального банка. Ну это в целом будет объяснять наличие условий для еще большего снижения евро. Также можно отметить, что европейская валюта срокнула серьезным давлением после того, как на рынке появились в очередной раз для сообщения радиально противоположной тем, которую мы с вами получали еще неделю назад, то, что формирование коалиционного правительства партии Меркель социал-демократов вроде бы как уже было решенным вопросом, скоро договорились, оказывается, что еще нет и не факт, что договорятся. Подробностей нет, друзья, даже если бы они были, я бы не хотел забивать вам в очередной раз голову, потому что в данном случае мы видим, я думаю, что совершенно неподобающее манипулирование тем, что на рынке происходит, важная информация, уж не знаю, кто за этим стоит, кто выступает идеальным вдохновителем этого, но нужно, конечно же, иметь очень четкие сигналы, очень конкретные доказательства, прежде чем анонсировать такие изменения в новостном фоне, поэтому, если к этому причастны, в том числе, и руководство Европейского Центрального Банка, если к этому причастны и представители политических элит, я думаю, что это не совсем, скажем, то, что красит данное поведение. Дальше идем. Доллар-канадец, став все-таки повысили, друзья, я до последнего надеялся, что ее оставят на прежнем уровне, 1,25 сейчас, то есть, ставка повысили на 25 базисных фонда, но резкого собственного укрепления канадца мы не увидели, более того, доллар-канадец, с учетом такой локальной медианы, если проложить по дневному курсу, в принципе, находится на тех уровнях, на которых она могла бы сейчас находиться канадская валюта и, собственно, пара доллар-канадец, если бы у нас даже не было вчера такого интересного фундамента, потому что, сравнивая динамику двухдневной давности, 1,2439 котировки и сейчас 1,2450, но согласитесь, то же самое, как будто бы действительно и не было заседания банка канады. Почему все-таки канадец не окреп, как он мог бы окрепнуть, сравнивая, опять же, с динамикой и с реакцией на прошлое решение по росту процентных ставок? Ну, во-первых, то, что Банка Канады сам, они за перспективой экономического роста на будущий год до 2,2% Банка Канады отметил, что следующее решение о росте процентных ставок будет приниматься в соответствии с очень глубоким анализом текущей ситуации и оценки адаптации потребителей к изменениям. Ну, это как раз то, о чем мы говорили день назад, потому что мы допускали, что даже если ставку собственно повысят, Банк Канады попробует через вот эти словесные интервенции немного снизить накал страстей и успокоить рынки. В данном случае действительно между строк можно было прочесть, что Банк Канады более пока что в ближайшие периоды не особо торопится с ужесточением монетарной политики. И очень много, друзья, я бы даже сказал 80% всей пресс-конференции, которая прошла после заседания, была посвящена перспективам Североамериканского торгового альянса. НАФТО и Канада признала то, что сейчас это самый серьезный риск для национальной экономики и риск того, что это соглашение может быть себе пересмотрено. Возможно, именно и по этой причине канадец оставался под давлением и, я думаю, должен продолжить снижаться против доллара, особенно в свете того, что у нас и американская валюта понемногу восстанавливается. Поэтому давайте ориентироваться с вами на прежние цели. Доллар-канадец это отметка 1,27-1,28. Ну и, как я уже отметил, несколько слов хотел сказать про ситуацию на рынке криптоинструментов. Друзья, сейчас у нас не совсем обычная динамика, мы видим серьезный обвал, даже при том, что крипторынок это обычно влатильная среда, но за последние два дня капитализация крипторынка собственно сократилась вдвое, даже локально была коррекция и более 50%, потеря больше 400 миллиардов долларов. И, собственно, локомотивом все это снижение выступил биткоин, но здесь нужно сделать правильный вывод. Не биткоин отвалил прочие альты, и не биткоин стал, точнее, его нисходящая динамика причиной вот этих крайне панических настроений. Дело в том, что биткоин просто является брендом всей криптоиндустрии. Понятно, будучи лицом этого рынка, он первый сталкивается со всеми неприятностями. Поэтому то, что из фундамента стало причиной разворота всего крипторынка, в первую очередь ударило под нему, а он под цепной реакцией вообще уже за собой собственных коллег по цеху основных криптоконкурентов и альткоин. Все практически за этим исключением монеты вчера сыпались, и позавчера мы это прекрасно видели. При этом, если говорить про причины вот этих смутных времен, которые наступили для криптоиндустрии, стоит отметить опять же очередные решения. Решительность даже Народного банка Китая дальше продолжать ужесточать контроль за торговлей на рынке криптовалют. В том вюллетене, который был опубликован, прослеживаются уже обозначенные конкретные меры, которые могут быть приняты в ближайшее время. Это закрытие доступа к зарубежным сайтам, а также мобильным приложениям, позволяющим осуществлять централизованную торговлю на рынке крипты. Также армоничные меры могут коснуться еще и компаний, которые специализируются на представлении услуг, скажем, электронного хранения этой крипты, то есть электронных кошельков. Соответственно, этот новостной фонд очень сильно усугубил ситуацию и крайне медвежье настроение, которое на рынке появилось после острого желания, которое также возникло совсем недавно со стороны китайского регулятора, положить конец майнингу на территории Китая. Мы с вами говорили о том, что, учитывая тот потенциал рынка и учитывая в процентном эквиваленте сосредоточения всех майнинговых мощностей на территории Китая, понятно, что рынок после таких заявлений оказался в состоянии прострации и эта паника, на мой взгляд, была абсолютно оправдана, потому что всегда для рынка криптоактивов ключевое влияние оказывает отношение регуляторов и законодательств, учитывая вот эти острые вопросы, которые касаются нормативного контроля вообще всего, что происходит на рынке криптовалют. Я думаю, друзья, то, что самая настоящая паника и шок, которые заразились на финансовых рынках, очень быстро с рынка уйти и вот это детство не смогут, то есть останется и остается сейчас определенное наследие вот это медвежие. Если вам кажется, что сейчас прекрасный уровень для того, чтобы купить упавший крипторынок, такого шанса больше не будет, вы, конечно же, прави принимать решение. Удачи вам, если вам удастся поймать сейчас это дно и заработать в моменте уже через несколько часов или через несколько дней. но я все-таки считаю, что в данной ситуации лезть на рынок это может быть ошибка и по крайней мере в него не нужно суваться до тех пор, пока сам рынок не отойдет от этих потрясений и не даст нам более размеренной, спокойной динамикой о своих сигналах о том, что теперь рынок ждет новых фундаментальных драйверов и теперь рынок более готов воспринимать сигналы технических индикаторов быть более последовательным и предсказуемым. Я думаю, что несмотря на рост, который мы видим на азиатской сессии сегодня, крипторынок может снова испытать серьезную нагрузку и отказаться на тех минимальных уровнях, которые мы собственно видели. Если будут интересные новости по крипте, я безусловно о них еще вам расскажу, но пока давайте оставим эту тему про запас и вернемся пожалуй к ней уже на следующей неделе, то есть когда минует пятница, суббота, воскресенье, когда у нас будет опыт уже накопленный трех последующих торговых сессий, чтобы поговорить о том, как рынок отходит от этих потрясений. Друзья, на этом собственно все. Из важных событий сегодня статистика по заявкам на пособия по безработице в 16.30 и в 19.00 данные по изменению запасов нефти в США. Собственно, если есть вопросы, вы всегда их можете оставлять на нашем канале на YouTube под актуальным выпуском видеобрифинга, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, большое спасибо тем, кто это делает. Информация, надеюсь, в каком-то ключе будет вам полезна, надеюсь, что вы принимаете правильные инвестиционные решения и надеюсь, что очень хорошо вам удалось, несмотря на такую безумную влатильность, начать 2018 год. И, конечно же, верю в то, что закрытие будет также для вас удачным и успешным. На этом все. Всего доброго, до свидания, до завтра.